Всем привет! Уже прошла половина лета, и я начала волноваться, что скоро вообще лето закончится, и я ничего не сделала из того, что хотела сделать. Расскажу вам про несколько вдохновляющих меня вещей, и я бы даже назвала инструментов, которыми я пользуюсь, чтобы держать свой разум как-то в порядке, быть более организованной летом и продуктивно проводить время, чтобы не сходить с ума от жаркого солнца, и стараться быть более сконцентрированной на каких-то вещах. Конечно же, я все равно стараюсь наслаждаться летом тоже, но так как у меня в этом году нет такого отпуска, куда я поеду и буду лежать на пляже, то мне очень важно, находясь в городе, все-таки как-то держать разум в порядке и делать всякие разные дела, которые я запланировала. Я хотела бы начать с нового приложения для телефона, которое называется Headspace. Выглядит оно вот так вот в открытом виде. Мне его на самом деле порекомендовал мой друг Оскар, которого вы видели в видео, которое набрало наибольшее количество просмотров на моем канале. В общем, мы как-то разговаривали про медитацию. Что такое медитация? Вот серьезно, вы знаете, что такое медитация? Потому что когда я на протяжении последних нескольких лет слышала про эту медитацию, я все время думала, «Ну вот как можно просто вот так вот сесть и ни о чем не думать? Как вообще, что нужно делать? Как это происходит? Как должен работать мозг? Как нужно как-то свои мысли укладывать в голове?» Я не могла понять, абсолютно честно вам признаюсь. И мне кажется, что есть немало людей, таких же, как и я, которые немножко не понимают, что означает, в общем-то, вот этот процесс медитирования. И когда мне Оскар рассказал про этот аппликейшн, я сначала подумала, ну сколько этих разных приложений на телефоне существует? Расскажу вкратце, что оно из себя представляет. Это 10 сеансов медитации, каждый длится по 10 минут, и в течение 10 минут тебе просто говорят, что нужно делать, куда нужно вести свой разум, свое сознание, и как нужно вообще действовать, что нужно делать со своим телом во время медитации. Кажется, что 10 минут — это всего лишь 10 минут, этого очень мало, но я вам скажу для новичка, а я новичок, 10 минут — это очень сложно. Ты просто должен сидеть и ничего не делать, кроме того, что тебе рассказывает этот тренер. Это большой вызов для меня оказался, потому что я все время вот так вот кручусь-верчусь, и мне очень сложно просто сесть, выдохнуть и спокойно провести 10 минут, ничего не делая. Мне это приложение действительно помогло как-то собраться с мыслями, научиться успокаиваться, потому что у меня в последнее время было постоянно состояние такой тревоги. Есть такое слово английское, хорошее anxiety, которое означает, что ты постоянно взвинчен, ты накручен, ты что-то вот в суете какой-то постоянно находишься. Вот у меня было такое состояние, особенно после напряженного учебного года, и это приложение мне помогло просто немножко сконцентрироваться на самом важном, и вот как бы смотреть только туда, куда нужно смотреть, и не вот так вот не сходить вот с ума. Поэтому я очень рекомендую, обязательно, конечно же, посмотрите, внизу я оставляю все названия, ссылки, вы можете скачать бесплатно, 10 сеансов, и обязательно напишите, если вы вообще медитацией занимаетесь или нет, насколько это вам помогает, мне очень интересно. Еще одна вещь, которая мне очень помогает прочистить свой разум, это утренние странички. Есть очень много разных технологий, как это сделать, есть различные такие утренние журналы, утренние дневники, куда ты можешь писать какие-то свои мысли и так далее. Как это делаю я? Я просыпаюсь, и я записываю в блокнот все, что приходит мне на ум. В основном это негатив какой-то, то есть, когда я просыпаюсь, у меня часто голова занята уже сразу каким-то проблемами и заботами, сразу начинаю думать, что мне сегодня нужно сделать, мысленно составляю список дел, и я уже в стрессе, и с самого утра уже организм и разум в стрессе. Поэтому я беру блокнот и ручку, и в течение хотя бы 10, наверное, так, минут, пока я вот только-только проснулась, даже не обязательно вылезать из кровати, я просто пишу все, что приходит ко мне в голову. Я не перечитываю эти записи, я не пишу туда какие-то мысли, которые мне приходят, новые идеи для моих проектов. Я пишу только все то, что меня волнует. Можно писать все, что угодно, это может быть абсолютная ерунда. Я только проснулся, у меня уже болит голова, у меня плохое настроение, мне все не нравится, я не хочу никуда идти, я всех ненавижу, что угодно. Ну, я надеюсь, что у вас, конечно, попозитивнее мысли, но суть в том, чтобы именно вот высвободить всю свою голову. И постарайтесь ввести это в привычку, то есть не забрасывайте. Иногда я утром просыпаюсь и думаю, ну зачем я буду писать, у меня сегодня даже нет никаких особо мыслей. Сделайте это. Даже если это будет просто три предложения, нужно высвободить свою голову, нужно просто дать место новым мыслям и встретить новый день с чистой головой, чтобы ничего вам не мешало быть радостным в этот день. И, кстати говоря, о блокнотах. Этим летом так получается, что я очень много путешествую, практически каждую неделю я где-то в новом месте, и у меня нет возможности перевозить все свои ежедневники с собой, поэтому я взяла обычную маленькую тетрадь. Я веду здесь все свои списки, я записываю, что мне нужно сделать, что мне нужно купить, все что угодно, все что у меня на уме, и я уже без этого блокнота, как без рук. Казалось бы, такая маленькая деталь, но она невероятно упрощает мою жизнь именно вот этим летом. И я помню, что однажды мой преподаватель на лекции в университете нам сказал, что не нужно писать свои мысли, какие-то списки, туду-листы и так далее на отдельных маленьких листочках, потому что это все теряется, и вы не будете помнить в итоге, что вы куда записали, и вы даете своему мозгу лишнюю нагрузку, чтобы вспомнить, что вы куда записали, на каком листочке это есть. Поэтому он тогда нам сразу сказал, что вот блокнот это самый простой способ, вы можете хранить его потом годами, вы можете вспомнить, если там через 5 лет вы вспомните, ой, у меня там была одна идея, вы заглядываете в блокнот, и она все еще здесь, а не на листочке, который уже потерялся и где-то выброшен. Когда я разобралась со своим разумом, я принялась за тело. В этом году я пошла на массаж на 10 курсов подряд, каждый день я ходила на массаж всего тела, он бился час. И это было так больно. Массаж это важно, потому что разные точки нашего тела связаны с различными органами, и когда у тебя что-то не так с организмом, то во время массажа это очень очевидно, когда массажист, профессиональный массажист, нажимает на определенные точки, и выявляются вот все самые заботы и проблемы, о которых ты вроде как догадывался в течение года, но ты не очень понимал, откуда эти недомогания идут. Я теперь знаю, как лучше мне нужно следить за своим телом, на что мне нужно обращать больше внимания. Я вам очень рекомендую заниматься своим здоровьем, потому что мы все думаем, что да, мы еще молодые, до пенсии далеко, все проблемы начнутся в старости, это неправда, все проблемы начинаются именно сейчас. Если мы сейчас пропустим вот эти вот первые звоночки, то мы сделаем хуже только себе. И если вас вдруг, например, родители постоянно гонят и говорят, иди к врачу, проверьте, и вы машете рукой на это и думаете, потом схожу, вы делаете хуже только себе, поверьте. Я очень рада, что я сейчас занимаюсь своим здоровьем и думаю о своем теле, потому что это инвестиция в саму себя. И вообще инвестиции в самого себя это самое, наверное, доброе дело, которое вы можете для своего тела сделать. Это лето у меня не обходится без книг. И пока я нахожусь в России, я смогла приобрести несколько книг от издательства МАН Иванов и Фербер. И я узнала, что у них с 15 июля стартует такой очень интересный марафон, который называется «Пробудить себя». И суть заключается в том, что в течение месяца себе каждый день будут на почту приходить разные интересные задания, которые помогут тебе избавиться от вредных привычек, негативных мыслей, помогают перестать волноваться по каким-то пустякам. Я вам оставлю ссылку внизу, вы можете прочитать об этом, но честно, я очень большие надежды на это возлагаю. И я вам обязательно потом расскажу, как у меня пройдет это, потому что у меня есть несколько личных целей, которых я хотела бы добиться в ближайшее время, но немножко пока что не могу представить, как это все устаканить, как это лучше организовать и сделать это эффективнее. Я очень надеюсь, что именно этот марафон мне поможет все мои мысли собрать в такую кучу и грамотно их распределить. Я потом обязательно с вами поделюсь своим опытом, как это все прошло, но вы тоже присоединяйтесь, если хотите. Я очень надеюсь, что я за этот месяц смогу как-то улучшить качество своей жизни. Вот это я прям отрываю от сердца. Есть такая вещь, как подкасты, вы, наверное, знаете, это очень набирающий популярный сейчас тренд, записывать самые разные передачи и потом выгружать их в интернет, и можно их слушать с телефона. И есть подкасты от такой девушки Таисии Кудашкиной, она предприниматель, и недавно она записала программу «Диалог с бизнесменом Олегом Брагинским». И когда я послушала этот диалог, у меня просто в голове вот так вот все переключилось, потому что я поняла, насколько есть много различных инструментов и действий, которые могут невероятно облегчить нашу жизнь, и насколько люди слепы, что вот мы не знаем, как мы сами можем себе помочь. Когда мы иногда думаем, что «Ой, у меня нет времени», или «Я устал», или «Я бы хотел сделать вот так вот, но у меня нет вдохновения или энергии», это просто полная чушь и отмазки. Давайте себе просто признаемся, я сама так часто делаю, я очень много вещей откладываю на потом, и я говорю, что «Ну да, ну это, наверное, не моё, я лучше не буду этим заниматься». Это всё полная ерунда, нужно просто себя уметь заставить что-то делать. И вот послушав вот этот подкаст с Таисией и Олегом, я поняла, что есть очень много вещей, которые я абсолютно в состоянии сделать, даже на 200% точно у меня есть силы на это. Я просто ленюсь или по каким-то другим причинам никак не берусь за это. Поэтому вдохновляющая речь, очень рекомендую всем послушать, найдёте ссылку внизу. У меня получился довольно-таки объёмный список инструментов, которыми я пользуюсь, чтобы немножко сделать свою жизнь попроще. Летом, зимой, осенью, неважно, я уверена, что все эти вещи я буду продолжать делать и в течение года. Мне очень интересно, если вы используете что-то из того, о чём я сегодня говорила, и обязательно пишите мне, как вы проводите своё время летом, если вы стараетесь быть более продуктивными, как и я. Я буду очень благодарна, если вы расскажете, как вы это делаете, как вы себя организовываете именно летом, когда за окном жара и так не хочется сидеть в душной квартире или в душном офисе. Или если у вас летом каникулы, пишите, куда вы поехали, буду ждать ваших комментариев, и увидимся в другой раз. Всем пока!